Я встретилась с мужем 5 лет назад, и он был из другого города, и когда мы решили пожениться, решали, где жить, в Томске или в Якутии. Естественно, никто по доброй воле в Якутии не видел обычно. И, конечно, хотелось поюжнее, ну и, соответственно, я как бы и в Томску переехала, я была согласна, тем более как-то ехать за мужем надо, а не за женой. Вот, но тем не менее он настоял на том, чтобы мы в Якутии жили какое-то время, хотя не тот, не этот город нам не подходили, нам не нравились. Вот, мы решили, что мы в Москву хотим переехать, но для того, чтобы купить квартиру в Москве... Москву разгонять в Тоску. Да, заработать денег надо за квартиру, вот, поэтому мы решили, что он приедет ко мне, поскольку у меня как бы свой бизнес и уровень дохода моего был намного выше, чем у него. Вот, и он ко мне переехал, и какое-то время он не работал, ну, потому что человек все-таки осваивается, я как-то скидку делала. Ну, через какое-то время я поняла, что вот чем больше он лежит, еще больше он хочет лежать. Это факт. Да. И я всячески подбадривала его к тому, чтобы он все-таки искал работу. Он по специальности не мог найти, поскольку у нас в городе нет по его специальности работы. Вот, и тогда я сама нашла ему работу, нет специальности. Да, я сказала, еди на собеседнюю, вот завтра я договорилась в 11 часов выходить. Отлично, молодец. Дальше он пошел, устроился, ну, и как-то без энтузиазма работал. И все ходил, весь такой унылый. Я скромно... Ну, унылый, потому что бабок много, жена дает, что работать, парица. Надо счастливого жить, лежать на диване, и как бы... Да. Все, цель жизни уже достигнута. Именно так и было. Вот, ну, дальше больше, и наступил какой-то такой период, когда прям стало тяжело. Но он не пил? Ну, нет. Нет. Он не пил, не гулял, он вообще такой не гулящий, дома сидящий, телевизор смотрящий. Вот, и на самом деле, честно сказать, он помогает мне в бизнесе, он настолько хорошо помогает, что я развила свой бизнес. Он помогает вам в бизнесе? Да. А как он помогает? Ну, у меня гостиничный бизнес. Какой? Гостиничный, да. Что он делает? Ну, он делает все. Все, что может. Отлично. Все, что может, он делает, да. Отлично, видите, как хорошо. Ну, видите, в чем дело. Я бизнесмен, я предприниматель, я сама себя гужу, там, рано утром, и сама себе делаю распорядок дня. Он же к этому не привык, 20 лет на заводе проработал, где его, ну, пеньком, как бы, на работу вызывали. Вот, и поэтому у него нет вот этого распорядка, он мог весь день душ принимать, в туалете сидеть 2 часа. Вот, и в 5 часов вечера он мог только вот собраться, сказать, я готов. Ну, в туалете, конечно, это 2 часа, это... Это святое, да. Да, 2 часа в туалете. Да, и в итоге отношения наши стали разрушаться, скажем так, ну, как-то вот он начал меня отталяться. Моя хорошая есть эта проблема. Она заключается в том, что мужиков надо воспитывать. Так вот, я и воспитывала. Мне казалось, что я воспитываю. Нет, воспитывать надо по-взрослому. То есть, человек не работает, надо ему сказать, давай ты как бы сам себе будешь зарабатывать на жизнь. Вот, зачем на мои деньги ты живешь? Вот, как бы, если я не заработал, то не работает, а тот не ест. Ну, вот это очень жестко, мне казалось. Это не очень жестко, это самый раз для мужика, самый раз. Тогда бы он обиделся, точно, и ушел. Пускай обидится, уйдет. Это лучше, чем свинью как бы выращивать у тебя в квартире. Короче, как-то так, да. И он в итоге нашел у себя работу, но вахтовым методом. Ну, вот видите, вахтовым методом, потому что человек уже интуитивно понял, что рядом с вами он превращается в свинью. Поэтому ему надо куда-то уезжать, чтобы вы там пинали. Да, ему нужен пинок постоянно. Вот, и два месяца он уходит там, и два месяца он дома. И за это время, как бы, отношения очень ухудшились до такой степени, что в один прекрасный день он съехал. И я уже готова бы морально к разводу, но в какой-то момент я услышала еще раз вашу лекцию, которую я слышала много раз, ну, несколько раз. Вот, и... Ставит условие, он хочет вернуться или нет? Нет, там такая мысль была в лекции, что если я не проработаю трудность отношений в этом браке, то следующее отношение у меня ждет та же самая проблема. И я понимала, что есть как будто бы моя вина в чем-то, да, и скажите, пожалуйста, вопрос мой заключается в этом, есть ли моя вина в том, что я как будто заставляла... Нет, в том, что вы заставляли, нет вины. Есть определенная трудность, трудность судьбы. Ну, это долгая тема беседы, но вкратце вот так вот. Ну, как бы... Ну, каждый человек должен, кроме того, что вот он делает аскезы, которые я вчера рассказал подробно, есть еще социальный аспект жизни человека, социальное развитие. И если человек социально не развивается, он не копится со своим социальным силам, то там тоже очень серьезная засада получается. Ну, то есть, есть как бы развитая женщина, социально или нравственно, можно и так и так говорить, есть развитый мужчина. Если в этой жизни женщина не развивается, нравственный мужчина не развивается, то женщина получает женские недостатки природные. Это обидчивость, лень, повышенная чувствительность, мнительность, страх там и так далее. Женские природные недостатки, если женщина себя как личность не развивает. А если она и в следующей жизни не развивает себя как личность, ну, в женском деле, то тогда у нее развивается уже, ну, то есть она слабеет энергетически, то есть это зависит от социальной силы. Чем ниже у женщины социальная сила, тем она больше идет в мужскую сторону в жизни. То есть она, ей уже тяжело женские обязанности выполнять, ей легче мужские. И она начинает больше действовать уже в социуме, как, ну, работать там, меньше заниматься женскими делами, больше мужскими. А мужчина, когда он на второй такой стадии идет, ну, слабости энергетической, он, ему легче выполнять уже семейные обязанности или быть дома, и тяжелее мужские обязанности. Понимаете? Или быть, допустим, подчиненным у жены, как это тоже вот так. Вот это ваша общая проблема. Эта проблема уже довольно такая застарелая, ее нельзя решить за пять секунд. И если говорить именно об этих отношениях с этим мужчиной, главная обязанность ваша была его пинать. Ну, то есть вам надо было с ним вести себя очень строго и заставить его выходить из зоны комфорта. Вот я и заставляла, он меня в этом обвиняет, он будет, что я жадный. Значит, тогда нужно жить отдельно, ставить условия. Но это неприемлемо, чтобы мужчина... Теперь он как бы наказывает меня, он говорит, вот ты же хотел, чтобы я работал, я работаю, я буду там работать. И приезжать домой и два месяца отдыхать. И вот так вот лежит два месяца. Два месяца там работаю, два месяца... Нет, нет, это неприемлемо, надо ставить условия. Это деградация. Ну, как бы два месяца лежу, два месяца работаю. Там, я уверен, он тоже не сильно работает, там что-то он такое может делать, что тоже не сильно напрягается. Я не знаю. Ну, то есть, человеку нравится вот такая жизнь. Но это ваша проблема именно с точки зрения вашего социального развития. Вы получили такой результат вашей судьбы. И это не значит, что вы должны его любить, ласково относиться к этому результату. Ну, то есть, это неприемлемо так себе вещить мужчине, семье. И ваша обязанность была его наказывать. Если это неприятная обязанность, это понятно. Но накопили ли вы с ним новой какой-то тяжелой судьбы? Вы с ним не накопили никакой новой тяжелой судьбы. Вы просто отрабатывали свою прошлую карму. Хорошо. Вопрос. Ну, в чем проблема, на самом деле, еще прибавилась, то, что у нас нет близости. Нет интима. Как? Ну, нет интима. Он не хочет меня. Он говорит, я устал. Ты меня заставила работать. Мне там очень тяжело. И вот поэтому теперь я не очень хочу. Интима как отношения. Да. И есть ли такая... Конечно, я подозреваю в итоге. Что у него вроде помнится. Да. Ну, потому что... Ну, как-то мне кажется... Вы с ним так живете, с этим человеком? Да, это вот так и живем. И я не знаю, правильно ли это. Может быть, я свинью действительно, бисер кидаю. А может быть, я отрабатываю так, чтобы... Неоднозначно, чтобы отрабатывать. Просто надо понять, что... Дальше не надо ли мне это отрабатывать вообще? Надо жить отдельно от этого человека, ставить ему условия. Свои условия совместной жизни. Первое условие. Работа должна быть не вактовым методом, а просто работа рядом с вами. Второе условие. Потому что вактовый метод – это люди, когда реально не обеспечены, у них какая-то тяжелая социальная ситуация. У вас нет тяжелой социальной ситуации. Ну, там директор. Как его зовут? Сергей. Директор, он не заводит, а вот это... Я также считаю, что у него там есть женщина. Не приятно. Понятно. А еще вчера вы сказали, что... Нет, подожди, давайте решим эту вопрос. Значит, жить отдельно. Ставить условие, что он все-таки будет под присмотром находиться, а не будет ездить на два месяца куда-то. Он должен работать сам, получать деньги, не должен зависеть от ваших пинков. Должен сам вставать, сам заставлять себя идти на работу, работать, получать зарплату свою. Вот. И это минимум. Не надо ставить условия про интимную жизнь, потому что, ну, насильно, мил не будешь. Но, понимаете, этот человек уже фактически разрушил вашу семью. Она уже разрушена, просто ему видно, комфортно с вами два месяца отсиживать. Вот. Поэтому, ну, это неприемлемо жить вместе. Надо дистанцию ставить условия и смотреть, как он будет выполнять эти условия. Если он согласится, то дальше пытаться его воспитывать. Любому мужчину придется обломать, воспитывать, понимаете? Все равно придется. У вас нелегкая семейная судьба. Этот, как бы, цветочек показал вам, ну, вашу семейную судьбу. Не значит, что такой же будет человек следующий. Он может, наоборот, быть очень жестким, категоричным и предвластным. Понимаете? Это противоположность. Вот один не рыба, не мясо, а второй все наоборот. Он может быть очень серьезным, ответственным, но с вами вести себя грубо. Ну, то есть, видите, у вас вот такие котели. В эту и в ту сторону. Поэтому нужно с этим разобраться правильно. Ну, сейчас пока вы ничего плохого еще с ней не сделали. Но уже есть опасность попустительства. То есть, в принципе, вы все правильно делали, но жить рядом с таким человеком бессмысленно. Ему надо ставить услуги, потому что он находится в состоянии невежества. С невежественными людьми нельзя жить вместе. Сгораешь. Психика не выдерживает такого человека. Это постоянное предательство. Понимаете? Человек предает вашу жизнь каждую секунду. Или он перестанет так себя вести и начнет над собой работать, или вы должны ставить срок и заканчивать с ним отношения. Но дальше вот это вот в эти игры играть не надо. Вы разрушаете себя как лично. Понятно. Вчера вы сказали, что от переменной места жительства судьба тоже меняется. И у нас сейчас стоит вопрос о переезде. Куда? А вот из Якутска, либо в Москву, либо в Сочи, либо в Калининград. Я не знаю, вот куда теперь. Мы уже объездили и Краснодар в прошлом году, и Питер посмотрели. Ну, как бы, в Москве нормально, в Сочи такая резкая смена климата для мужчин всегда очень опасна. Потому что женщину всегда тянет к солнцу, и ей на солнце хорошо. А мужчина, вот если он из севера приезжает на солнце, то может сильно пострадать здоровью. Потому что мужская природа солнечная, а женская лунная. И если, допустим, лунная природа к солнцу тянется, то ей хорошо. Вот женщины все мёртвы, а в Сочи хорошо, жарко, приятно. Женщине хорошо, а мужчина может начать перегреваться. В нём могут начаться болезни. Вот поднимите руку, у кого семья переехала в Сочи, и женщине хорошо, а мужчина болеть может. Есть такие? Ну, вот это так. Хорошо, спасибо большое. Поэтому Москва нормально, Питер нет, Калининград нет, Краснодар тоже жаркий город, ещё хуже, чем в Сочи, потому что там уже нет ночной прохлады, как там возле моря, ещё у них есть ночная прохлада. А летом в Краснодаре вообще нет прохлады, там просто дутатам. И всё, ночью. Сейчас сначала разобраться с ним серьёзно, в плане, ну, человек вообще неправильно с вами живёт, и всё хуже и хуже. То есть уже, как бы, если любовница начала появляться, это уже совсем нехорошо. Никаких вактовых методов он себя не контролирует. И этот человек не может работать с вактовым методом, потому что у него нет совести. Он не может себя контролировать. Он не может... Вот у меня тоже вактовый метод. Я езжу, лекции читаю, но у меня есть совесть. Я честно отношусь к твоей жене, ко всем людям, которые меня окружают. Я порядочный человек. Но у вас муж, к сожалению, не такой. Поэтому нужно ему ставить условия совместной жизни. Ещё есть такой нюанс. Одна квартира моя записана на него. Вот это и есть самый опасный и плохой нюанс, ради которого он с вами живёт сейчас. Может быть, ещё одну запишите на него, ещё что-нибудь. Он вас обманывает сейчас. Вы со своих денег просто, со своей щедрой руки ему записали? Нет, так получилось. Вам надо назад возвращать по-другому, по-другому, имущество. Ну вот, я думала, я пока буду возвращать. И заодно попытаюсь восстановить отношения. Потому что развести, чтобы всегда... Да, начните вас факт воспитывать, он испугается. Скажите, что надо записать эту квартиру пополам, переоформить пополам. Пополам я не хочу. Это моя квартира. Ну, значит, когда попробуйте вернуть, вот в этом моменте скроется вся его милая сущность. Да. Вы просто, ну, если он не даст назад, хотя бы пополам, ну, хотя бы пополовину собственности отбейте назад. Хорошо. И больше не будьте такой глупой. Угу. Все собрались в лекции, да? Добрый вечер, рад вас всех видеть. Как вчера лекция несложная была? Устали вы? Полночь думали, это я вам случайно испортил, да? Я понял. Хорошо. Мы техническую часть продолжим изучать, да? Итак, мы с вами изучали вчера, какие аскезы надо совершать для того, чтобы жить долго и счастливо. Мы говорили о том, что есть энергия времени, что время действует на человека. И оно действует в трех направлениях. Одно направление уменьшает у человека терпение, и это побеждается с помощью неподвижного положения тела, пребывания, проделывания, деревья. Второе направление судьбу уменьшает у человека силу боли. Вот кстати, это вот мужчина ваш, у него вот это направление. Надо длительное движение совершать, потому что у него, видите, у него волевой фактор страдает, он не может себя заставить. Это как раз блок, даже смотрите сейчас на него, получается. На первом цилиндре жесткий блок, динамический. И еще на четвертом, у меня два таких блок. Видите, из-за неправильного образа жизни у человека какие-то жесткие блоки, что он не может даже нормально функционировать как личность. Он адаптировался, что с людьми происходит, они адаптируются к своим блокам и думают, что это часть их природы. Они вот реально думают, что я не могу по-другому. Вот допустим, женщина очень чувствительная, ранимая, допустим, как отношениям, у нее там жесткий блок где-то стоит. И она уверена, что она по-другому просто не может сядь, или мужчина, допустим, не может ходить на работу, заставлять себя, ну, не может сам себя заставить, он думает, что у него такая природа. А на самом деле это блок, он его пробивает и дальше нормально живет. Ну, то есть, понимаете, вот эти вот энергетические блоки, они деформируют наше представление о себе как о личности. Мы начинаем по-другому относиться к себе. Мы думаем, что так у меня и должно быть. А на самом деле ничего такого не должно быть. Это просто наше неправильное представление о себе. Эти блоки могут с детства быть у человека. Поэтому уверен, что у него всегда так было, всегда так будет. Мы говорили о том, что есть волевой блок, который приводит к тому, что у человека подкидывается режим дня, он суетливым становится. Не может себя заставить что-то сделать, тянет резину. Не может собраться резко, быстро, как бы, сделать то, что надо сделать. Четкое смышление страдает. Может у него блок влиять на эмоции, и человек не реагирует эмоционально. У него, как мир получается, весь такой нерадостный, не шутливый, не веселый. Потому что у него там блок эмоциональный. Или может от настроения коп быть. И человек такой, у него настроение всегда заблокировано. Нет настроя что-то делать. Хочешь это сделать? Не знаю. Тебе нравится работать, вот эта работа нравится, не знаю. Ну, то есть, у него блок. Но там, где нравится. Он не может сказать, нравится или нет, потому что там нет возможности оценить. Но если человек длительное движение совершает, он блок пробивает, вот это у него хочется жить. Понимаете, вот когда пробежишь, вот вчера мы пробежали, все, кто бегали с нами, они потом говорят, хочется жить после этого. Начинаешь дышать природой, начинаешь радоваться жизни, вот хочется жить после длительной нагрузки, хочется жить. После непокрызну положить тело, хочется жить после того, как ты стоишь в воде, долго хочется жить. Я смотрю, вот на пляже много-много людей. Я могу видеть психическое тело. Ну, все заходят в воду, постоял 10 минут в воде и назад. Ну, максимум, кто вот самый энтузиастичный, два цилиндра прочистает. Вот он два цилиндра прочистил водой, потом лежит на солнце. Опять назад вернулся. Потом пошел, опять два цилиндра прочистил водой. А остальные-то три не чистятся же. Ну, и вот так вот только поверхностно поддерживает свое здоровье. А надо долго стоять в воде. Если человек долго стоял, он прочистил все пять цилиндров психически, отстрелялся, можешь теперь на солнце чиститься, сколько хочешь. Вот. Ну, то есть, практически, если ты на солнце и в воде, на солнце, и на солнце, на солнце, то солнце тебя чистит. То есть, если ты при солнечной погоде находишься там, грубо говоря, 4-5 часов на пляже, то солнце ты почистишься. Это хорошо. Но водой ты почистишь мало, только поверхностно. Ну, и в основном они на солнце не находятся долго. Они шапочки надевают, там всяко накрывают себя, тень залазит. Ну, или от солнца тоже никакого прок. Солнцем чиститься, конечно, очень опасно. Ну, без... Ну, всегда динамики, всегда бег, солнце, вот эти вот динамические нагрузки, они всегда опасны. Если ты статику не проработал, то есть, другими словами, если ты в воде 5 цилиндров просидел, то на солнце можно тоже 5 цилиндров просидеть, и тебя не перегрузят. А потом закончить опять водой. Или ты, допустим, пробежал, после длительного бега, особенно зимой, хорошо в теплой ванне побежать, чтобы всегда заканчивать водой. Вот любое движение заканчивать водой, или начинать водой. Тогда, получается, ты не будешь перегружаться, потому что статическое напряжение убрал, который нагревает человека. Динамическое напряжение тогда тебя не перегрузит. Ну, то есть, вот эти вот все блоки, они прорабатываются как? Они сначала прорабатываются на физическом плане. Вот ты начинаешь бегать, у тебя начинают проваливать кости, суставы, позвоночник, сосуды, слабость какая-то. Ну, то есть, начинается такое нытье в организме. То есть, организм начинает лечиться, потому что вот этот блок, когда прорыва пробиваешь ты, то сразу организм энергию, которую ты получил через природу, начинает использовать на первой потребности, первую необходимость. Какая первая необходимость у организма? Разобраться с телом. Потому что, если тело больное, все остальное уже не имеет смысла. Вот, допустим, собачка болеет, она не улыбается, не радостно не лает. Почему? Потому что она болеет. Она лежит в руки и болеет. И ее социальная активность уже не включается, потому что ей надо вылечиться. Вся энергия ее идет на лечение тела. Так же у человека тоже. Вы пробежались, и вы ждете, когда вы сможете болевые функции в работу включить или в личную жизнь. Ничего не получится. Почему? Потому что сначала начнет лечиться тело. И вы, допустим, бегаете там какое-то время, у вас тело лечится. Когда оно пролечилось, дальше следующий этап. Ваша психическая энергия начинает идти в вашу деятельность туда, где уже начинает исправлять вашу жизнь эта психическая энергия. И вот тогда вы почувствуете, что у вас жизнь удалась, что у вас все получается в жизни начало. То есть, когда это будет происходить? Через 4-5 месяцев после того, как вы начнете эти аскезы. Ну, допустим, вы ждете, вы статические упражнения делаете, вы ждете, когда у вас терпение появится на работе. Когда вы будете сотрудничками нормально себя вести. Подождите. Сначала у вас это статическое напряжение, которое разрушило здоровье. Оно сначала здоровье будет восстанавливаться, а потом уже ваша работа. Понятно? Вы не сможете сразу же прямо в социальную сферу ввести свои аскезы. Сначала они будут лечить тело. И это понятно. И это хорошо. Потому что, если вы будете аскезы совершать, значит, вы будете долго жить. Это практика для долгожителей, для тех, кто хочет долго жить. Вот часто говорят, я вам даю фиксир бессмерти. Дышите в трубочку. Там есть бутейка, да? Он говорит, фиксир бессмерти. Дышите в трубочку, и все будет нормально. Ну, как бы, в трубочку вы успеете еще начать дышать. Это, в принципе, не такая большая. Когда был коронавирус, при анимации в трубочку дышали многие. Когда лежали на искусственном дыхании. Это, в принципе, можно всегда успеть. А вот счастливо жить не получится просто так. Нужно прилагать усилия для этого. И для здоровья своего нужно прилагать усилия. Следующая тема, которую мы еще не обсуждили, это тема настроения. Давайте изучать. Вот если, допустим, у вас чувство несправедливости в жизни появилось, то как обычно ваша жизнь дальше строится? Вы чувствуете, что вы постоянно начинаете об этой несправедливости думать, думать, думать. Потом дальше вечером хочется закушать эту несправедливость. Хочется посмотреть какую-то киношку, где всех покоцали нафиг козлов. Вот. Которые не с нами. Не такие, как мы. Которые нас не понимают. Вот надо такую фильмушку посмотреть, которая победит всех. И там такой супергерой должен быть, который даже если стреляешь прямо рядом, все равно пули пролетают мимо. Висет человек. Вот. Понимаете? Прямо из него автомата стреляют. Но шансов нет убить. Потому что он супергерой. И вы когда смотрите, вы думаете, я такой же супергерой. Вот я с ним. Я за него болею, он за меня болеет. Вот. То есть человеку нужно. И возможность уснуть очень сильно отодвигается. Это признак статического напряжения. Человек не может вечером расслабиться. У него плохие мысли в голову лезут. Ему надо сладкое есть. Вот когда человек имеет статическое напряжение, он вечером ест сладкое. Или вкусное. Но немного. А просто чтобы снять напряжение. Понятно? Чувство несправедливости надо завесть справедливостью. А что справедливостью является? Что-нибудь вкусненькое. Вот я же хороший человек. Хороший. И это значит, что мне должно быть по судьбе что-то вкусненькое. И вот если я что-то вкусненькое съел вечером, это справедливость. И поэтому я спокойно зашипаю. Но чуть попозже. Потому что вот это статическое напряжение отодвигает сон. Если у вас в 11 естественный уклад ко сну, это значит, что напряжение статическое разрушает ваш организм где-то процентов на 30 уже. Если в 12 естественный уход ко сну, то значит уже процентов на 60. А если в час ночи вы не можете до часа заснуть, то значит уже выходя чтру. Ну то есть у вас там уже серьезные проблемы со здоровьем начинаются в организме. Понятно? И если вы можете уже естественно хочется спать в 10 часах, значит статическое напряжение в вашем организме ослабло. И кушать тоже не сильно так хочется. Уже классно. Но есть еще другой тип поедания, вечернего поедания. Этот тип называется жрушка. Ну то есть это не то, что ты там сладенькое что-то поел. Жрушка, она жрет все по порядку. Почему? Потому что это другой совсем вариант жизни, образ жизни. Потому что, понимаете, у человека судьба бьет по настроению. Судьба бьет по настроению. А настроение просто так вот, знаете, несправедливость можно заесть быстро. Вот чуть-чуть поел и справедливость. Вот. Понимаете, а настроение, оно же забирает силы. А одна из причин питания человека это повышение настроения. Вот когда голод наступает у человека, он хочет кушать, то где-то 60-70% не хватает настроения, а 30% не хватает питательных веществ. И это очень-очень важно понять. Что в основном люди кушают для того, чтобы пополнить настроение. И допустим, если у вас тублер повышения настроения не включен в организме, то в результате вот этот вот жор, он становится основным способом поднятия настроения. И это очень опасно для жизни. В этом случае вы просто вечером начинаете, ну, жрать. Все, что плохо лежит, все, что движется, не движется, вот, все надо сожрать вокруг. Понимаете? Для того, чтобы поднять настроение себе. И, ну, естественно, для повышения настроения нужно разные вкусы. Поэтому вам хочется жаренького, жареного, остренького, кисленького, солененького. Вечером на все эти вкусы они убивают организм. Вот остренькое вечером убивает поджелудочную железу, жареная печень убивает. Вот жирное вечером убивает сосуды. Ну, то есть, и человек, первые признаки того, что он уже, как бы, не совсем счастливо живет, заключается в том, что у него начинают прогибаться весы под ним. Ну, то есть, он, как бы, ну, это уже точно можно сказать, что весы он победил. Потому что он на них встает, весы прогибаются прям по-взрослому. Он думает, что за фигня, еще килограмм, еще килограмм, еще килограмм. И, как бы, идет повышение веса в организме. Эта энергия настроения переходит в жир. Понятно? И это очень страшно. Потому что это и есть сокращение продолжительности жизни. Ваш лишний вес. Что делать? Вот, допустим, интервальное питание. Ну, вы скажете, Олег Геннадьевич, ну, не буду я не жрать по целым суткам, но не буду. Ну, хоть вы вот мне три лекции на эту тему. Хоть вы мне скажите, что рак будет через год, я все равно счастливо проживу хотя бы один год и буду жрать столько, сколько я хочу. Это не ваш разум говорит, это говорит ваше сердце мне на лекции. Ваш разум мне говорит, Далий Геннадьевич, все буду делать. Все, чтобы, все, спасибо вам, что вы мне сказали. С завтрашнего дня начинай новую жизнь.